Всем привет! С вами Игорь! И сегодня будет видео про воду опять, как ее очистить. Я расскажу два способа, как ее можно очистить. Решил, так сказать, переснять видео. У меня там есть на канале видео про воду, но они так сняты. И дополнить в этом видео все, что я знаю про воду, чтобы было это все в одном видео и более нормально, качественно снять. Итак, как же ее очистить? Вот вы передо мной видите три бутля с водой. Это первый, второй, третий. Это все одна и та же самая вода. Но в этом бутле вода только что набратая, скважины только что, буквально минуту назад. Она на вид чистая, видите, да? Она вроде как чистая, но она пахнет железом. И на вкус у нее тоже такой неприятный привкус металла, железа. Поэтому вот эта вот вода, в ней сейчас получается железо, соль железа, растворенная в самой воде. Она еще не выпала в осадок. Она растворенная. Ее очистить очень проблематично от железа. И когда вы начнете пользоваться этой водой, там сливать унитаз, умывальники, кастрюли, они все вот это вот начнет там, вот эта вот реакция, благодаря кислороду воздуха. И вот эта вот вся ржавчина начнет выпадать у вас на всех ваших кастрюлях, ваннах, умывальниках, унитазах и так далее. Вот, вот эта вода во втором бутле, вот видите, узнали, да, свою водичку, наверное, я думаю, у многих такая вода, это очень такая распространенная проблема, видите, да, какой здесь осадок, вот, выпал на дно бутля, я думаю, видно. Вот этой воде во втором бутле уже двое суток, двое или может быть больше, почти трое суток, вот, и в этой воде, она уже не имеет запаха железа такого, как здесь, потому что железо у нее окислилось под воздействием кислорода. То есть скважине, скважине в земле, этого доступа кислорода к воде нету, поэтому она там окислиться, не может уже очиститься. Она начинает очищаться, окисляться это железо, только когда вы ее выкачаете наверх, и у вас будет контакт, вот, например, в этом бутле, контакт воздуха, вот, зеркало воды, да, площадь, вот это вот, где кончается вода, начинается воздух, через вот эту площадь кислород контактирует с водой, и этот металл, железо, начинает весь превращаться в взвешенные частицы и выпадать в осадок. С этого бутля я аккуратненько слил воду, ну, тут было почти так вот полный бутыль, с этого бутля, после отстаивания и окисления железа и выпадения в осадок, я аккуратно после этого слил воду с этого бутля в этот, вот, третий бутыль, видите, третий. Эта вода уже прошла вот эту вот отстойку, очистилась, железа с нее нет, и она сейчас, она сейчас не пахнет вообще железом, и на вкус, и на вкус это совсем-совсем другое дело, если сравнить вот эту вот с вот этой, хотя на вид, видите, вроде бы одинаковая вода, но вот эта вот вся гадость, которая есть в этой воде, она уже здесь выпала, и эта вода, она сейчас абсолютно без всякого запаха, без вкуса железа, прекрасная вода, прекрасная, и у нее уже нет осадка, у нее уже ничего не выпадать не будет, от этой воды, вот, от этой в третьем бутле отстоянной уже не окрасятся ваши унитазы, умывальники, ванны, кастрюли, ведра, или что там, что вы будете, куда ее набирать, и все такое, оно уже окрашиваться вот этой вот ржавчиной не будет, а в этом бутле, видите, мало того, что осадок есть, но еще вот с этой вот стороны, вот, еще и на самом бутле есть отложения рыжие, которые очень тяжело смыть, ну, я думаю, их видно, да, и мне кажется, кто пользуется такой водой, то знает, как тяжело смыть вот эту всю ржавчину со своей посуды, там, или ведер, и ванн, и так далее, вот, то есть, вот вам и вся суть очистки, принцип очистки этой воды, простое отстаивание в большой емкости, то есть, берем емкость большую, ну, там, на куб воды, кто, у кого получится на полтора-два, еще лучше будет, если на, чем больше, тем лучше, но это тоже зависит от вашего потребления воды в вашем доме, там, частном, или где вы на даче живете, вот, кому-то хватает и 50-100 литров воды, там, еду сварить, там, покупаться, там, или душ принять, а кому-то надо 300-400 литров воды, или даже 500 литров в день, вот, и то есть, по своим потребностям подбираете бак, бак, такой, как бы, бак-аккумулятор воды, или отстойник, ее, правильно, даже сказать, или даже аэратор, на них говорят, в этом баке, ну, кстати, хорошо подходят, вот, сейчас есть такие пластмассовые емкости, еврокубы называются, да, там, они на куб воды, или даже на больше есть, и в этом кубе можно прекрасно отстаивать. Набираем воду в этот куб воды, вот, эту емкость, она там отстаивается пару суток, и у вас уже на выходе эта вода. Единственное, что там какие-то нюансы есть некоторые. Во-первых, вода, нужно ее так заливать в этот куб воды, чтобы она вам не поднимала вот эту всю муть, ну, какие-то сделать там перегородки, я не знаю, или толстым, через толстую горловину заливать ее как-то там, чтобы она не сверху падала, а прямо в воду, где-то так под верхом, под верхом самой емкости заходила, аккуратненько так, вот, заходила, чтобы у вас вот эта вот муть вся, которая выпала в этом емкости, отстойнике вот в этом большом баке, да, она не поднималась со дна, вот. Еще один нюанс, воду надо собирать, вот эту уже готовую тоже, под верхом примерно бака, ну, верхнюю брать, то есть, вот это все отстаивается, оно потихоньку оседает, а вы собираете воду под верхом, ну, там, наверное, если у вас там высота емкости метр, например, то так, сантиметров 20-30 от поверхности воды сделать заборный шланг, там, или патрубок, который уже у вас идет на дом, там, или на бойлер, или куда у вас там оно идет, чтобы брать эту воду не снизу, с этой мутью, а сверху. Все, вся вот эта муть, вот эта ржавчина, она будет оседать на дно. Просто вам надо будет раз в год, там, или раз в полгода, смотря сколько у вас железа в воде, этот бак промывать, спускать с него полностью воду, промыли его шлангом там с воды, под напором, все, вымыли, он чистый, опять, вот, готовый принимать и очищать, отстаивать воду. Еще один нюанс, в баке, он должен быть открытый, то есть, там должен быть свободный доступ воздуха, и как можно больше вот этого зеркала воды. То есть, нельзя ставить какой-то маленький бак, то есть, маленькой горловиной, еще ее закрутить, ее нельзя. То есть, должен быть обязательно в баке свободный доступ воздуха к зеркалу воды, потому что именно кислород, который в воздухе окисляет, вот это наше железо. Поэтому бак герметически закрывать нельзя, туда должен свободно заходить воздух, и вот это вот зеркало воды, которое контактирует, чем большее вот это зеркало, тем быстрее у вас окислится вот это железо и выпадет в осадок, тем быстрее. Вот, ну вот так вот можно очищать воду. Я считаю, это наиболее эффективный способ и простой, экологичный очистки воды от железа, от солей, от этого железа. Вот, ну что другие фильтры, я же говорю, они очень дорого, у соседа есть такой фильтр, но он очень дорого стоит, вот, и он постоянно подливает какой-то реагент туда. Ну, короче, это довольно геморройное занятие, фильтрование. А вот этот вот способ, это самый такой, на мой взгляд, эффективный, простой, доступный для всех, простое отстаивание. Побольше куб берете там емкость воды, ну, по своим потребам воды смотрите, да, по своим потребленности в доме, там, сколько вам надо воды на день, рассчитываете примерно, чтобы эта вода хотя бы задерживалась на сутки-двое в этом баке перед ее употреблением. Ну, уже потреблением на какие-то ваши нужды, чтобы она там задержалась. То есть не сразу накачали и набрали, она там должна отстояться, железо должно выпасти, и у вас в итоге получится вот такая вот прекрасная чистая водичка, без осадка, без запаха, без вкуса, вот, весь осадок останется вот в этом нашем, вот средний бак, это как бы наш бак-аккумулятор воды. Еще один способ очистки воды, второй способ, это, даже это не очистки воды, сразу можно от нее избавиться, это просто выкопать колодец, да. У меня на участке есть и колодец, и скважина. Кстати, зачем мне и колодец, и скважина? Скважина я пользуюсь только для теплового насоса. Кстати, кто заинтересовался, там у меня есть плейлист, вообще мой канал по альтернативной энергетике, я оставлю ссылки на самодельный тепловой насос, там у меня есть, и много другой альтернативы. Заходите, смотрите, вот, очень прекрасное отопление этим тепловым насосом, это самое дешевое на сегодняшний день отопление. Вот, я пробовал и дровами топить, вот, то тепловым насосом дешевле, чем дровами, и это эффективно, недорого, я же говорю, ну, вообще классно. Вот, так что вода вот эта вот со скважины у меня используется только для теплового насоса. Вот, заходите, смотрите, как оно работает, и зачем она там нужна, эта вода. Вот, для своих нужд, там, пить воду, мыться, купаться, набирать в бойлер, я использую колодец. А в колодце у меня вот еще четвертый бутыль, вот такая вот вода. Видите, чистая, чистая, прекрасная вода, она уже много суток, ну, несколько суток, так сказать, как набратая вот эта вот вода, и вы видите, в ней нет никакого осадка, она абсолютно белая, чистая, у нее нет запаха железа, у нее нет вкуса железа, никакого. Кстати, вот эта вот вода с колодца, она очень-очень похожа уже на вот эту воду, на вот эту, отстоянную от металла, и даже по вкусу не отличается, даже по вкусу. Если вот это сильный вкус металла, железа и запах такой, то вот этой вот воды с колодца и вот этой отстойной со скважины практически уже нет разницы, даже отличить, я думаю, нереально. Уже у этой воды уже ни запаха, ни вкуса железа нет. Почему так происходит? И эта вода с колодца, она не отстаивалась, я ее просто набрал, и вот такая вот вода. Почему так происходит, что с колодца сразу идет чистая вода? Ну, во-первых, во-первых, потому что вот эти вот залежи железа, там же слои идут, да, такие как бы в земле, грунтовой воды, залежи вот эти железа, они находятся ниже первой воды. Колодцы, они копаются только до первой воды, правильно? Никто не копает там, чтобы зеркало воды, там вот в зеркало еще было 10 метров воды стояло. Так никто не делает. Обычно докопались до воды метр-два еще, углубились, чтобы там стоял метр хотя бы полтора воды, этого достаточно. Поэтому колодца берут всегда верхнюю воду, и у меня вот эта вот верхняя вода, она чистая, то есть до нее еще не дошли, вот эти вот слои железа, они ниже, ниже, то есть колодец как бы до них даже и не достает. Вторая причина еще может быть потому, что колодец уже, он как бы сам исполняет роль отстойника, понимаете, сам уже исполняет роль отстойника, вот такого, как в этом бутле, да, вода. То есть, если там и попадет какая-то вода снизу с железом, она уже там отстоится, потому что там уже есть достаточно большое в колодце вот это вот зеркало, которое контактирует с воздухом, и даже если там будет железная вода, она будет там уже в колодце отстаиваться. И вот эта вся ржавчая, она просто будет выпадать на дно колодца. Так что, такой вот вариант. Но бывает, правда, не всегда так, бывает такое, что в колодце тоже может быть ржавая вода, или наоборот, даже в колодце ржавая, в скважине, это все, я же говорю, зависит от слоев залегания воды. Но в основном, в основном, в большинстве случаев, вот так, как у меня происходит. Вам надо просто пройтись по соседям, например, и узнать, у кого колодец есть и какая вода в колодце. Вот, прошлись там по соседям, спросили, у вас есть колодец? Нет, у меня скважина ржавая. Дальше пошли там поузнавать, просто поузнавать, поспрашиваю. Если там кто-то скажет, у вас на улице там, у меня вот колодец, у меня отличная вода, не ржавая, все. Все, это уже сигнал для вас, что вам надо тоже копать колодец. И уже вам не надо будет вот этот отстойник, бак, вот, что-то там отстаивать. Ну, это уже, смотрите, как бы по своих обстоятельствах. Кому-то легче выкопать колодец сразу и получить вот чистую воду на выходе, сразу ничего не отстаивать, да. Кому-то лучше, может быть, наоборот, сделать скважину и вот этот вот бак, как бы отстойник, такой аккумулятор воды, аэратор воды. Вот, это уже надо смотреть по своих обстоятельствах, как у вас получается, как вам будет легче это сделать, насколько глубоко у вас залегание вообще воды. Если очень вода глубоко, то, конечно, выгоднее, наверное, скважину будет сделать и отстойник. Если вода не очень глубоко, то, может быть, лучше сделать колодец. Вот, ну, смотрите по своих обстоятельствах. Ну, вот вам два, два способа достаточно эффективных очистки воды. Это или сразу сделать колодец и получить на выходе вот такую вот чистую прекрасную водичку, без запаха металла, железа и вообще прекрасная вода. Или сделать скважину, но придется тогда ее потом отстаивать, потому что вот, что у вас будет в скважине, да, вот видите, какая, вот такая вот ерунда тут получается. Ну, по-моему, видно, по-моему, видно, вот такой вот осадок, вот я ее поколотил даже, видите, оно все поднялось, и такая вот, ну, оно осядет сейчас, ну, вот такая вот ерунда железная. И это только с бутля одного воды столько железа. Ладненько. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Я отвечаю на все комментарии, стараюсь. Вот. Всем пока. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok